на каком свидании можно заниматься сексом вот первое свидание вроде как неприлично может на втором уже можно там побежать куда-нибудь может на третьем четвертом пятом наверно 24 нет когда туфта получается да первое не подходит второе тоже а на каком тогда можно вот пишут девушки мне вопросы эти марк после какого свидания на каком свидании можно заняться сексом слушать такое ощущение как будто она борщ варит знаете через сколько минут забрасывать капусту ну вот вот я прям я в шоке честно вот мне как мужчине удивительно это слышит я не слышу от женщины там фразы что я должна почувствовать внутри себя чтобы например лечь с мужчиной в постель почему вы об этом не спрашиваете на каком свидании вот сегодня об этом с вами поговорим хочу напомнить о том что есть очень много интересных тем которые я раскрываю на своих бесплатных онлайн вебинарах вот у меня есть такой курс бесплатный называется я такая одна удобная или уникальная количество участниц уже под 300 тысяч можете себе представить это почти 300 тысяч женщин эти вебинары просушили поэтому если вы хотите пополнить свою свой кладезь и знаний очень полезной информации пожалуйста это бесплатно из любой точки мира ссылка на регистрацию под этим видео сразу после просмотра ролика можете переходить и регистрироваться темы тоже абсолютно разные и отношения с любовником и деньги и секс и отношения в семье и самооценка и отношения с абьюзером и многое многое другое все это мы рассматриваем на серии бесплатных вебинаров и так что значит на каком свидании можно заняться сексом то есть есть какой-то наверное определяющий фактор до который ну как будто что-то произошло щелкнуло и вы готовы с мужчиной как бы лечь в постель с одной стороны можно в принципе это сделать хоть на первом хоть на втором хоть на третьем свидании почему нужно два человека встречаются хотите вы того или нет происходит некая гормональная реакция вы находитесь в состоянии страсти это состояние страсти подталкивает вас на сближение организм переполнен дофамином эндорфинами серотонином окситоцином адреналином там такое сумасшествие творится что тут как бы уже не до подсчетов на каком свидании это если мы говорим про сексуальную близость не обдуманную а исключительно основанную на страсти поэтому давайте для начала определимся чего вы хотите в отношениях с мужчиной вы хотите построить крепкий союз выйти замуж родить детей развиваться вместе и чтобы у вас все было здорово и прекрасно или вы хотите переспать с мужиком а после этого подумать как его подтолкнуть к серьезным к серьезным последствиям или результатам нашего секса вот если вы хотите просто переспать с мужчиной только мы не задумывайтесь на каком свидании делаете чего хотите ну хотя бы справку попросите что он здоров потому что очень плачевная статистика особенно последние несколько лет и по россии по бывшим по бывшему постсоветскому пространству и не только европу взять то же самое то есть можно так переспать что потом будете большую часть своей жизни спать где-то в определенных учреждениях занимающихся болячками нехорошими если у вас есть все-таки желание построить серьезные отношения давайте будем честными вот я вам сейчас даже не как психолог как мужчина говорю здесь важно только правильно понимать чем более подробно мужчина рассмотрит в вас женщину тем более по-мужски он будет вам относиться вот в процессе ухаживания за женщины на первоначальной стадии мы не видим вас женщину запомните это ну просто не можем этого понять не потому что мы тупые потому что у нас такая природа потому что когда мы выбираем себе женщину мы не выбираем ее для жизни мы выбираем ее для секса мы просто хотим переспать с вами понимаете не хотим на вас жениться мысль о том что эту женщину не хотелось бы потерять я хочу чтобы она была только моей мужчина может прородить в своем сознании похотливым немножко позже поэтому когда вы занимаетесь подсчетами на каком свидании переспать эта мысль возможно вас беспокоит мужику вообще по барабану на каком свидании с вами переспать ему конечно могла быстрее прям на первом чтобы прямо встретились в первый раз сразу в спальне и а лучше в джакузи тоже уже сидит джакузи заходите привет ты как тебя звать и гриша а меня галя я чё где как бы тут раздеваться так так здесь им скидовайся эти твои манатки залезай ко мне залезли и познакомились сразу же в принципе можно и так он только и рад будет и вы спросите любого мужика это только какой-то задрот блин вам скажут да нет мне нужно познакомиться конечно блин он пересмотрел порно фильмов с детства ему нужно познакомиться теперь он не знает как общаться с живой женщина только вот этой вот тут понимаете он же не может не потрогать не понюхать и вообще ничего вот с таким тогда возможно возможно обычно это мужик нормальный адекватный у него основная задача затащить вас в постель все а вы считаете сидите на каком свидании ему отдаться на первом на втором отдаться не на свидание нужно считать свидание секс мужчины это определенная форма доверия это определенная форма безопасности внутренней ощущение единения какого-то когда женщина может чувствовать себя рядом с мужчиной в безопасности а я имею ввиду что подразумеваю под безопасностью когда она понимает что мужчина видит в ней не только сексуальный объект понимаете что большая часть женщин о чем говорят мужик постоянно намекает на секс мужик постоянно намекает на секс где бы не сидели вроде бы кафе гуляем слушаю ну понятно вот можно долго гулять конечно птички целуются вон стрекозы муравьи по парам а мы все никак не можем с тобой склеится понимаете не надо готовность женщины быть в близости с мужчиной она вполне естественно проявляется в тот самый момент когда женщина почувствует себя не сексуальным объектом рядом с ним а наоборот и личностью понимаете вот в тот самый момент приходит настоящее возбуждение когда мужчина видит в своей избраннице не просто женщину для удовлетворения сексуальных потребностей а человека с которым ему интересно говорить проводить вместе время чьи ценности отзываются у мужика он понимает что она в принципе адекватно абсолютно развивается нам есть что обсуждать у нас есть общие интересы то есть он обнаруживает в женщине некие части себя то есть не для того чтобы дополнить свою пустоту отчасти схожие женщина рядом с таким мужчиной может что может расслабиться расслабиться и быть собой показывая свою истинную аутентичность то есть ей не нужно быть в не аутентичном состоянии а вот это когда мужчина и женщина на первой стадии только начинают ухаживать это же два лицемера самые настоящие он такой весь ходит там лопушок понимаете она споткнулась случайно ему на туфель новый наступила он то не ничего страшного через полгода блять еще аккуратнее ходить не можешь ну как так вот это реальные истории через спустя какое-то время люди уже совсем другими становятся и вы тоже станете другой и он станет другим но прежде чем вы поймете с кем вы будете в постели ваша задача изучить человека хотя бы познакомиться кто он может он собак ест вылавливает бездомных блин жрет их потом шапки делает и продает на рынке вы знать не знаете вы с ним уже там в постели кувыркаетесь нет такого срока который бы говорил вам вот на восьмом свидании ты можешь с ним переспать если на вас он свидание вы узнаете что он козявки ест ну как бы по графику то надо что я теперь не буду это что зря столько ходила на свидание но вот он кушает их нет ну ладно не буду целоваться тогда просто просто буду сексом маразм будьте взрослыми адекватными женщин взрослая адекватная женщина и бы даже сла неадекватная женщина которая любит себя и ценит себя понятно что у вас есть порыв понятно что у вас есть желание и стремление оказаться в объятиях мужчины но вы головой свои тоже вздумайте завтра другой попадется и вы тоже самое будете испытывать послезавтра 3 4 20 рядом с любым понравившимся вам мужчины вы будете проживать эти состояния и что теперь вы будете руководствоваться как не в животном мире своей потребностью размножаться только там для размножения здесь для чего для удовольствия но определитесь для себя поэтому постарайтесь с мужчиной пообщаться узнать друг друга получше сблизиться не телом а разумом душой своей мужественностью женственностью а после этого уже принимайте какие-то решения когда вы будете доверять человеку когда вы будете себя чувствовать и безопасности рядом с ним будете влюбляться в его поступки и действия а не то что у него скулы там какие-то на бреда пита похожие он с кубиками пресса ходит вы не в ту сторону смотрите мне постоянно пишут марк у вас какие-то старомодные взгляды блин да вот вы живете по не старомодным взглядом и посмотрите посмотрите куда катится мир и что с ним вообще происходит скоро нас вообще не будет существовать как вида понимаете вот с таким подходом ни женщин ни мужчин где-то отголоски какие-то будут и все поэтому давайте будем взрослыми разумными людьми нет количество свиданий после которого можно определить готовность к сексу не существует все поэтому принимайте решение думаете стоит ли вам спать с мужчиной на первом свидании на втором на тридцатом когда хотите тогда и делаете и потом будьте готовы понести ответственность за свои поступки а не написывать психологом во всем интернете что делать если мы с парнем переспали есть ли шанс вывести эти отношения в ранг серьезных марк что делать здесь мы с мужчиной переспали он теперь будет думать что я не серьезно что делать я не сдержалась переспала с парнем а потом он не сказал что он пока не готов серьезным отношениям можно ли его подвинуть серьезным отношениям господи а ты чем думаешь вообще каким местом ты думала поэтому думайте развивайтесь и принимайте правильные решения и конечно напоминаю если вам трудно самостоятельно самостоятельно разобраться, то принимайте участие в моих бесплатных онлайн-вебинарах. Курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Поэтому регистрируйтесь, присоединяйтесь, получайте новые знания, и вы посмотрите, как здорово и как классно быть женщиной, которая понимает хотя бы свою природу. Потому что большую часть ошибок женщины совершают, не понимая и не распознавая своей природы. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока.